Золотой перекресток именно так называют местные жители развязку около гипермаркета «Глобус». Нарушают здесь с завидным постоянством, особенно в часы пик. Однако камеру с автоматическим выписыванием штрафа так и не поставили. Водители не соблюдают знак движения по полосам, поэтому смотреть приходится сразу во все стороны. Не знаешь, откуда появится опасность. Сейчас все проезжают, как хотят его на самом деле. Перекресток дурацкий сам по себе. И меня здесь останавливали, собственно говоря. По большей части перекресток сложный и многие нарушают. Правила дорожного движения. Лучше бы, если бы здесь была развязка. Но было бы гораздо удобнее и комфортнее. Возможности нарушить две. Одна из них при выезде в Северный окружной. По маршруту 20-го автобуса и на Дядьково можно поворачивать из крайнего левого ряда, в сторону Советской армии – из среднего, а направо – только из крайнего правого ряда. Однако водители торопятся и из этого же ряда проезжают наверх. Аварии из-за этого происходят регулярно. Вторая сложность – поворот по движению 91-й маршрутки. Для этого водитель должен перестроиться в левый ряд, а затем уже на самом перекрестке вернуться в правый. Однако большинство людей проезжают прямо и очень удивляются, когда сбоку в них врезается автомобиль. Если здесь сделать, чтобы правильно поворачивали, то тут будут пробки стоять везде и всюду. Поэтому он стоит в реконструкции у нашего ГИБДД. Его переделывают, но просто вопрос – когда и все. А здесь нарушает и вовсе каждый второй. За полчаса съемки мы увидели несколько десятков людей, которым можно выписать штраф. Дело в том, что на остановке около полугода назад появился знак. Теперь для поворота на нити выделили отдельную полосу. То есть занимать ее для проезда прямо нельзя. В то же время поворачивать на нити можно только из крайнего правого ряда. Нарушают на этом перекрестке и дачники. Они нередко поворачивают налево. Хотя знаками это давно запрещено. По сути, они пересекают двойную сплошную линию. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания, Город.